Ну, мне кажется, что здесь очень важный, как бы, здравый смысл. То есть, понятно, что из этой женщины делать из тигрицу вы овечку все равно не сделаете. Но даже для здоровья, да, нам очень важно, чтобы был какой-то баланс. То есть, вот совсем, когда мы на какую-то вообще одну сторону, если человек только на иньской стороне, я, к сожалению, видела женщин, у которых дисбаланс инь. И такие женщины также страдали, как и с дисбалансом янь. Поэтому, мне кажется, что должен быть какой-то баланс. Но если у человека, допустим, природа яркая, активная, понятно, что она будет ее ведущей, но это не значит, что нужно забрасывать абсолютно. Допустим, если человек, возьмем, что такое инь? Это отдых. Предположим, такая женщина не отдыхает. Ну, вот муж, детей там не надо, и отдых тоже заодно уже. Выбросим все иньское питание, например, да, это инь. Ну, допустим, женщина работает, варит, горит, но она не кушает, она не отдыхает. Сколько хватит такой женщины? Поэтому инь – это нужно, она просто невидимая, это энергия. Ну, допустим, эту женщину силой прокрустого ложа и сказать, что вот, дорогая, ты сейчас будешь то-то, 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 то-то. Я не думаю, что это получится. Это будет просто как бы ломка. Потому что есть как бы индивидуальная карма. Еще есть карма женщины, и плюс на это накладывается индивидуальная карма. Плюс еще карма общества. И надо найти баланс, и надо себя как-то найти, и найти какой-то гармоничный компромисс. Продолжение следует...